вообще не представляю как можно снимать зимой на экшн камеру или у меня у камеры аккумуляторы такие садится просто от мороза показывает полную разрядку и все поднимали несколько раз косачей не попали к сожалению но на видео могло смотреться интересно вот камера выключилась так что надо как-то думать менять методику съемки в тот день я впервые в новом охотничьим сезоне вышел по снегу за зайцем если повезет то и затетеревал свежего снега не было и потому там где пробегал заяц была многоследица ну а где-то было и вовсе пусто полоса не скошенной до конца кукурузы вот она осталась вот это друзья морковное поле и здесь много я честно говоря полагал что зайцы не оставят без внимания такое вкусное место а зайцы его проигнорировали здесь следов нет вообще будем ходить искать дальше поиски тропления зайцев привели нас с отцом к березовой рощи которая постепенно переходила в смешанный лес а многоследица существенно осложняла тропления вот он тут жировал вещь вон он тут он топтался обгладывал он какашки вот след пошел нам пришлось хорошенько потопать ножками преодолевая при этом препятствие виде овражков и густых зарослей кустарника распутывание зайчего следа давалось непросто вот он Потоптался, потоптался. Вот он выжил. Видел заяца впереди меня. Поднял красавца. Вон он, вон он, вон он побежал. Заяц оказался хитер и опытен. На отца он не вышел и, несмотря на дальнейшие преследования с нашей стороны, умело скрылся в чаще леса. Пришлось возвращаться. Охотники посоромлены. Заяц нас водил, петлял, скидки делал и обвел вокруг пальца. Заяц ушел, мы остались ни с чем. Не желая сдаваться, отправились дальше. Благо, наш район богат на перспективные места. Да и есть теперь на чем добираться. По прибытии были слегка обескуражены. Только вышли из машины, в руках еще ни ружей, ни камеры. И вдруг из ближайшей березовой рощицы снимаются пять косачей и проходят прямо над нами. Обидно. Ну, что ж поделать. Берем ружья, отправляемся топтать снег дальше. В тот день мы подняли еще одного косача. Но он был далеко и стрелять мы не стали. А на обратном ходе наткнулись на следы лоси. Лось ушел в закат. Копытище. Следы лося. Самого лоса мы не встретили. Так и закончился наш охотничий день. Прошли за день мы не менее 12 километров. Косача насмотрелись, но добыть так и не удалось. Подняли одного косого, но хитрый профессор оказался ловчее и удачливее охотников. В целом же день оказался богатым на события. Шансы у нас были, но реализовать мы их, к сожалению, не смогли. Что ж, такие выходы знакомы многим охотникам. Сколько их у каждого. Впереди будет еще много славных охот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова